Ребят, прежде чем перейти к самой системе, рассказать ее в кратком виде, важно понять один простой момент. Я очень благодарен отличному парню Игорю Лисицыну, который в свое время допустил ошибку, потом ее исправил, но я хочу, чтобы вы этих ошибок не допускали. Ребят, о чем идет речь? Я вас попрошу посмотреть два видео под этим видео, я дам ссылки. Изучайте классы Kotlin вот так по отношению к Python, а не к Java. Пусть вас не смущает название, там смысл немножко в другом. Когда мы теряем контроль над языком, того, что нельзя делать. Посмотрите видео, полностью будете понимать, о чем я говорю. Вот одно видео и вот второе. Тут тоже мы, кстати, говорили про Сергея, Игоря и Мурата. Оно вам поможет не понимать, как сделать так, чтобы материал не запоминался, а усваивался качественно. При этом вы не спешили, ничего не запоминали. Заметьте, я нигде не говорю, надо что-то заучить. Я говорю, что у вас это все есть. Вам просто надо разобраться. Разобраться, ребята. Работа с языком – это работа со справкой в первую очередь. Игорь, я смотрю, двигается уверенно, двигается к цели. Молодец. Смотрите. Но быстро поправил. Когда пришло домашнее задание, это уже по Котлин, попытался разобраться с 18-м уроком. Грубо говоря, работал с классом. И я, когда наткнулся вот на эту фразу, что касается Иннис Котлина, сегодня мое убеждение – это задание выполнило определенное действие по инстанцированию. Вот здесь я понял. То есть, вот может быть неправильный поворот. То есть, по сути дела, что происходило в данный момент. Вот представьте, есть три вещи. Вот вещь 1, вот вещь 2, пусть объект 3. Смотрите, в Котлин, в данном здании Игоря, неважно, что есть новички смотрят, это был, грубо говоря, первичный конструктор. Дальше была инициализация init. И дальше был вторичный конструктор. Вторичный конструктор. Я сказал, тут неважно, что вы сейчас этого не понимаете. Важно понять только сам принцип. Что сделал на тот момент Игорь, пока не понимал? Он понял первичный конструктор, он понял, в принципе, вторичный конструктор. Но, что такое инициализация, он просто делал общий вывод. Теперь возьмем ассоциацию. Грядка. Семена. Поливка. Скажите, пожалуйста, если мы захотим нечто посеять у себя там на огороде, на даче, неважно где, где мы решили. Но при этом мы, в принципе, понимаем, что надо вскопать грядку, надо поливать. А вот семена мы, в принципе, выбросили. И, по сути дела, представьте, что... Ну вот, представьте, что вы это задание ставите роботу. Приходите, но ничего не посеяно. Почему? Потому что, в принципе, о семенах не было ничего сказано. А здесь была инициализация, какие и что семена сделать. Ошибка допускается постоянно. Допускается... Запускается... Сейчас закончу мысль, потом перейду, потому что это архиважный урок. Сначала вопрос, почему допускается эта ошибка. Ответ очень прост. Например, возьмем, посмотрим то, что для себя Мурат определял, как он будет отслеживать, что он будет работать качественно. Заметьте, это видео я назвал очень просто. Очень просто. Качество своего обучения контролируете именно вы. И это можно контролировать, ребята, только привычкой. По-другому не получится. Вы приобретаете в любом случае либо хорошие привычки, либо простые. Вот есть пункт, он записал, который я всегда повторяю. Проверьте себя. Каждую ли конструкцию вы понимаете? Если не понимаете, то разберитесь. Прокачивайте навык понимания кода. Сейчас. Не потом. Потому что в данном случае было упущено. Сыни не были разобраны. Конечно, вся ситуация была исправлена. Слава Богу, что Игорь это задание сбросил в группу. Так как оно было в группе, были быстренько заданы вопросы. Игорь, Валерий, спасибо за божественный пинок. Это не в моем стиле пинки. Просто я увидел, что эту ошибку, я увидел, что я видел ее раньше, что делают многие. Видел, что делают многие. Но вот теперь, сейчас скажу, сейчас поймете меня. Вот дальше мы запомните, пока просто себе это в голове, да, что мы будем говорить о разработке, да. Мы уже часть говорили о разработке, да, обучению разработке. Так вот, смотрите, вот видно, я увидел, что пока Игорь в данном моменте не смотрел на это как на единую конструкцию. И в этом была очень большая ошибка. А эту конструкцию, первичный конструктор, инициализация вторичной, она должна бы рассматриваться и не только вот как что работает, а целая конструкция. И по сути дела, я сообщение сейчас не буду прогонять, посмотрите видео, все поймете. В чем была моя задача? Я хотел, чтобы Игорь это воспринимал как целую конструкцию, целый блок. Во-вторых, давайте подумаем. А ведь выбрасываем хоть одну конструкцию. Во-первых, мы приобретаем привычку. Побежали дальше, там что-то выбросили, там что-то выбросили. Приводим к тому, что мы не... У нас дырки, да? Дырки в знаниях. Почему? Потому что не было... Вот задокументировали привычки, положили себе перед носом. И смотрите туда, блядь, они где-то там по сторонам. Смотрите туда. Я не понимаю, кот, кровь с носу. Я сейчас должен разобраться. Пусть уйдет день, пусть уйдет два. Потому что основных принципов, типа там, инициализация, типа там, абстракция, типа там, то, что, допустим, если взять классов, наследование, их очень мало. Но эти принципы должны восприниматься очень качественно. И когда вы в коде один, второй, третий раз это прогнали, то вы будете понимать. И дальше только наращивать. На самом деле будет все меньше и меньше становиться белых мест. Но это контролируете вы. Ни одни курсы вас этому не научат. А Бовсуновский вам говорит. Ребята, самый простой способ. Вот вы, корабль, который мы с вами должны вывести к... Сейчас потом еще докажем. К тому, чтобы вы могли писать масштабируемые приложения. Как это сделать? Да грибные винты, которые вас доставят и спасут в любой момент. Это ваши привычки. Ну, что проще? Можно тысячу раз объяснять разное. А я говорю одно. Ребята, есть система. Вы четко должны определить привычки, которых вы будете придерживаться. Работы с командной строкой, они очень просты. Это. Выражайте-ка вот словами, ну, все, что вот... То есть, ну, эти привычки вы им будете следовать. Их, на самом деле, это основные. Их больше намного. Но есть основные привычки. Сейчас я расскажу, к чему приводит, чтобы понимали, кто первый раз смотрит, что это полный песец получается, если вы не следуете. Если положите, вы видите эти привычки и повесьте перед носом. Проработали код по привычкам, второй раз по привычкам, чтобы пришло время, что вы только работаете, работаете, бац, в командной строке проверили. Все, 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 все станет на места. Запомните, привычки вам никогда не дадут сделать пробел. Ребята, а это основное. Я пришел, прошел быстро курсы, но я писать ни хрена не могу. Ну, так что сделать? Ты учился как в высшем заведении. Там в дипломе написано. Прослушал курс. Ну, правильно, пропустил мимо ушей. Вы же учитесь, я вас учу тому, что сейчас это должно для вас стать программированным. Вы должны сделать свой, не должны, а вы решите сделать свой проект. Это не надо относиться как к университету, где половина нахрен не нужна. У меня тоже почти два высших образования, это потраченные зря годы, я понимаю. Нет, надо было просто в мое время пойти в другие вузы, но я не знал этого. Поэтому, а сейчас я говорю вам, теперь это ваш интерес. Самый простой способ контролировать качество своего обучения, приобрести правильные привычки. Хорошо. В тех статьях, помните, которые я давал, сейчас я их опять вам дам, они будут в описании видео, эти привычки все есть. И видео здесь есть о привычках, поэтому я вам к этому уроку даю эти статьи опять. Там поищите, ничего страшного, найдете, захотите, найдете. Надо все читать статьи. В описании будет ссылка, да? Это разработка будет называться. Давайте посмотрим, сначала закончим вот эту идею. То есть, что получается? Есть вещи, которые можно упустить, но есть вещи, из которых состоит конструкция. Например, в Kotlin это первичный конструктор, init и вторичный конструктор. То есть, запомните, если вы видите перед собой какую-то конструкцию, класс, функцию, то вы всегда в первую очередь смотрите, чему мы будем дальше учиться разработке. Эти все вопросы, когда ответите, они придут уже сами. На саму целостность конструкции. И вы должны что понимать? Как одно в отношении другого работает? Но посредством чего? Ребят, все банально просто. Ведь мы всегда передаем правильно свойства. Где там? Ну, в общем, посмотрите видео, все будете соображать. Теперь давайте подумаем. Хорошо, человек не работает с командной строкой, а вот Буфсуновский, вот смотрите, вот я что говорю вам, да? Вот у меня проект, который я делаю сейчас, сайт школы. Но вы у меня видите здесь Jupiter, для того, чтобы проверять код. Это моя привычка. То, что мне важно проверить, написать, я должен сделать в Jupiter. в Юпитере. Хорошо. Что получается? Мы не работаем с командной строкой. Просто пишем, как это делают большинство новичков. Открываем джангл для примера. Объясняю, что происходит. Во-первых, откроем любую функцию. То есть, по сути дела, вот берем джангл, да? И можно между джангл абсолютно любую библиотеку взять. Все состоит из классов и из функций, либо методов. Все банально и просто. Но, так, надо поудобнее пример найти. Секунду. Да, ребят, сейчас открыл код, мне плохо стало. Запомните, программирование у меня всегда будет преследовать такая вещь. Вы будете открывать код, который писали несколько лет назад, но мне пришлось включить старые записи в новый проект и думать, неужели я писал? Ох, убил бы. Ладно. Это нормально. Для кого-то этот код, как, значит, смотрите, мы перестаем работать с командной строкой вообще. В джанго, например, смысл один. Излечь из базы данных. По сути дела, нам надо до одной строка. Когда мы работаем с командной строкой, мы легко начинаем работать с методами, во-первых. Ну, поехали, там, документация, сейчас вы как раз открыли излечение, значит, нам надо carry set, то есть, выборка. все остальные вещи со временем, когда вы работаете с командной строкой, начинают автоматически достраиваться, то есть, вы размышляя, что вы будете извлекать, дальше уже у вас достроится на автомате, что куда вы выйдете, там, в HTML или PDF или что-то, каким способом вы это сделаете, все это достраивается. Как только мы перестаем работать с командной строкой, то есть, конкретно с каким-то маленьким куском кода, мы не можем достраивать функции, значит, мы не можем размышлять. И, вернусь к Игорю, важное упустил. Вот здесь, когда Игорь не обратил внимания на этот момент, он лишил себя размышления. Просто он на тот момент этого не понимал. Он понимал первичный конструктор, понимал, в принципе вторичный конструктор, ну, а это он отнес так. Но, давайте подумаем, а если мы начнем думать, да, думать, то как? Мы же будем размышлять, а что мы в объем в первичный конструктор, а что мы в объем вынет? Но, по крайней мере, чтобы в него что-то вбить, надо понять, зачем он существует, как он связан с первичным конструктором, как он влияет на вторичный конструктор, и что в нем можно сделать, если мы это не знаем, мы не сможем же размышлять, а можно ли изменить, дальше Игорь все это написал, можем ли мы изменить свойства, заданные первичным конструктором, вынет, или нет. Но ведь это надо знать сразу. Вы понимаете, к чему я веду? То есть, если мы берем конструкцию и что-то оттуда выбрасываем, и не знаем, как конструкция работает, элементы относительно друг друга, то мы лишаем напрочь себя размышления. Да, мы, я сказал, от природы программисты, но в данном случае, если мы не знаем, что такое init, как он связан с первичным, вторичным конструктором, как я показывал, и что при помощи него вообще делается, то мы же не можем его включить в процесс мышления и раздумывать, так, это я в объеме первичный конструктор, а переопределю я во вторичном, то есть в инициализации. Ребят, это очень опасно, опасно, вы просто-напросто можете, если такие вещи не заметить, слава богу, что мы заметили, можно просто-напросто приобрести привычку, дальше проходить так материал и выйти вообще в никуда, но слава богу, этого не произошло, Игорь понял навсегда, и многие ребята благодаря Игорю, Игорь, огромное вам спасибо. Так, и вы думаете, ну все, вот Буфсоновский сказал, и этим все закончилось, нет, ребята, я говорю, что здесь только начинаются ваши проблемы, не работаем с командной строкой, не работаем с куском кода, значит, мы уже де-факто не можем читать документацию, потому что, в принципе, она состоит из командной строки, значит, уже де-факто, если мы не работаем с командной строкой, то 100% мы не будем пользоваться справкой, а значит, мы не будем понимать справку, а значит, мы не будем составлять справку, а это тоже пункт, обязательно найти в справке, и это понял, когда я говорил, прочитайте историю ребят, это очень хорошо понял Миша Беляковский, я всегда привожу его в пример, поэтому я вам добавляю еще раз эту статью, прочитайте пример, как он понял, что неправильно работает в документации, про Михаила почитать, его восприятие на тот момент, человек изменил профессию на программиста, лет в 30, а кто, сейчас я напишу, а кто считает, что там в 30 лет это поздно, я в 37 только первый раз познакомился с языком, поэтому не дурите себе голову, так, да, я понял, вспомнил, о чем говорил, то есть на самом деле, на самом деле начинает все цепляться одно за другое, где этот джанг делось, не хочется мне искать, ага, вот оно, понимаете, когда мы работаем с командной строкой и работаем с доками, если мы следуем системы, то мы всегда идем от чего, как я учу, идите от своего кода к докам, потому что документация всегда написана для человека знающего, и читать доки новичку зачастую сложно, но когда человек идет от своего кода и видит, ага, это вот так вот отражено в документации, он начинает, по сути дела, разбираться в документации, со временем придет момент, когда он будет работать обратно, я просто смотрю и понимаю, забыл, ага, надо order by, все, понял, как я могу с этим работать, так и так далее, то есть смотрите, один момент в своей практике мы выбрасываем, сколько за собой потянуло, скажите, пожалуйста, хорошо, но вы выбросили командную строку, но в конце концов не можете достраивать, по сути дела, ситуация примерно сходная с этой получается, выбрасываем нечто, да, но получается, лишаем себя полностью чего, элементов для размышления, не понимаем, на что сосредоточить усилия, слава богу, у вас это уже не будет, я указал в видео, благодаря этим ребятам, но то же самое происходит, ведь это же функция, это обычная функция питон, только делаем мы определенные действия, и смотрите, выбросили одно, а минусов получили кучу, вывод, вывод только один, только вы контролируете качество своего обучения, не курс, не преподаватель, если вы проработаете статьи, и у вас перед глазами будет лежать выведенный на принтере документ «Мои привычки», тогда у вас, считайте, появились грибные винты, которые вас никогда вам не дадут сойти с верного пути, потому что у вас будет привычка, «Ага, не понимаю, разберусь, а как это в доках, а давай-ка проверим в командной строке, и вы будете обрастать опытом, о котором мы чуть попозже поговорим, и эти привычки вас выведут наверх, и приведут к вашим целям, как только пошла спонтанность, там упустили, а там был, вы приобретаете в любом случае привычки, только уже плохие, но это тоже привычки, которые вас начинают топить, то есть каждая плохая привычка, вы к своей лодке привязываете, один мешок положили с песком, второй, третий, потом начинаем тонуть, нам скучно, мы ничего не понимаем, вроде время затрачено, а что, а что было не так, ай-яй-яй, барин, тебе же говорили при привычке, ну а ты подумал, я умнее, ну так ничего страшного, потерял два года, начинай все сначала, будет я к тады, я к тады, спиздили и не отдали, как в анекдоте, поняли, вот так, все, на этом пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok